Ну что ж, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и мы продолжаем наши беседы о чемпионате Европы 2020 года. Многие жаловались, что ярких, красивых матчей практически нет. Все очень скучно, прагматично, все топовые сборные пытаются сэкономить силы, но вот, пожалуйста, великолепный матч между немцами и португальцами, где встретились две звездные команды с супер игроками в составе и при этом ни те, ни другие не жалели ни себя, ни соперника. По-моему, здесь мы как раз увидели тот футбол, который мы хотели получить от этого Евро. Победа немцев драматическая, они уступали, ну, можно сказать, самого стартового отрезка, но потом постепенно выровняли ситуацию, а потом еще и португальцы кинулись, так скажем, пытались спасти эту встречу. В общем, 2-4 фантастическая игра, которая, возможно, останется в истории, как одна из самых ярких на этом чемпионате Европы. Давайте разберемся, как здесь действовали те и другие, какие выводы можно сделать из этого матча. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 24Калуцкий, который также указан в описании, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну и начинаем мы, конечно же, со стартовых составов, и давайте пробежимся по португальцам, которые, пусть и формально, но считались хозяевами поля в этой встрече. На воротах, понятное дело, Патрисио. В центре защиты Диаш и Пепе представители двух совершенно разных поколений. Рубен Диаш – это нынешняя суперзвезда, футболист Ман-Сити. Пепе – это легенда прошлых лет, но сейчас они пытаются, ну так скажем, создать здесь сплав молодости и опыта. Ну, как показала практика, четыре мяча от немцев в португальце все равно получили. Сенеду и Герейро на флангах, крайние защитники заостренные в сторону атаки. Герейро, он вообще часть карьеры провел на фланге наступления. В центре поля Данилу в роли единственного такого чистого опорника. Фернандеш и Карвалью чуть повыше. Обратим внимание на то, что Вильян Карвалью сейчас используется именно в роли бокс-то-бокса, а не второго чистого опорника. И это весьма и весьма любопытно. Ну и атака Бернарду Силва, Роналду и Жота. Нет центрального нападающего, как такового классической фигуры центрофорварда. Впрочем, как и у Германии, потому что здесь в наступлении Гнабри Хаверц-Мюллер. Ну и вообще хотелось бы отметить, что вот эта тройка атаки Мюллер-Хаверц-Гнабри, она меня не особо впечатлила в первом матче немцев против Франции. Там мне казалось, что вот как-то, знаете, кружатся они вокруг штрафной соперника и не создают момента. А вот здесь они оказались вполне себе в касту. Что касается центра поля, здесь Кросс и Юндаган. В чем-то рискованная связка, потому что нет чистого такого классического опорника. Кимих и Госсенс на флангах. Ну и в центре защиты здесь Гинтер, здесь Хумельс и здесь Рюдигер. Ну и на воротах, понятно, дело Ноя. Хотелось бы отметить, что формально можно сказать, что у немцев более оборонительная схема. Ну, три центральных защитника и так далее. Но мы видим, что в целом, конечно, Германия здесь куда больше наседала в плане атаки. Если мы посмотрим статистику этой встречи, то вот, пожалуйста, 12-7 по ударам впереди немцы. 7-2 попадания в створ. То есть немцы попали в створ ворот соперника столько же раз, сколько португальцы вообще ударили по воротам. Ну и при этом процент владений также на стороне сборной Германии. Поэтому, что напомню, все-таки значительную часть этой встречи, большую часть игры, португальцы были в положении отыгрывающейся команды. То есть им, казалось бы, нужно идти вперед, но немцы действовали по принципу, пока мяч у нас нам не забьют. И хотелось бы отметить, что данная встреча оказалась просто выдающимся перформансом, выдающимся представлением от флангов сборной Германии, от Госсенса и Кимиха. Посмотрите их объем работ, их тепловые карты в этой встрече. Ну и фактически, строго говоря, первые два мяча Германии. Это действие Кимиха, последние два – это действие Госсенса. Вот, пожалуйста, насколько важны эти крайние защитники латерали в схеме сборной Германии. Поэтому, конечно, нужно отметить в целом все взаимодействие Бундестим. Насколько хорошо здесь действовал атакующий группа, которая стягивала на себя все внимание, освобождая таким образом бровки под подключение вот этих ребят Кимиха и Госсенса. И, конечно, нужно отметить, что Португалия в этой встрече провалилась в плане обороны. Вот, просто провалилась под землю. Понимаете, если вспоминать прошлый Евро, который португальцы как бы выиграли, там, в первую очередь, команда славилась своей защитой. Вот оборона была просто невероятная. Фонте, Пепе, все остальные, они действовали идеально. Команда была циничная, в чем-то скучная, но невероятно эффективная. Сейчас мы видим, что от этой обороны не осталось ни следа. В чем причина? Ну, возможно, потому что крайние защитники, тот самый Семедо и Гирейро, слишком много внимания уделяют атаке и не всегда успевают вернуться в оборону. И в результате получают зашивы от себя прострелы, передачи и так далее. Возможно, Пепе уже все-таки постоял. Хотя я бы не назвал его главным виновником этого поражения ни в коем случае. Он даже автоголом не отметился, что является подвигом для португальских футболистов в этой встрече. У них два автогола как бы. И, понимаете, это тоже показатель. С одной стороны, сложно винить футболистов, они все-таки пытались сделать как лучше. Получилось как всегда, такое тоже бывает. Но с другой стороны, то, что защитникам приходится действовать вот так экстренно, спасать ситуацию, это ведь тоже не от хорошей жизни. И здесь, в целом, Германия как раз вот тут показалась во всей красе. Франция, действующий чемпион мира, показала классную защиту против немцев и ничего только не позволяла. И там ощущалось, что не хватает центра форварда немцам, что нужен какой-то таран впереди. Здесь даже без тарана на острие, даже без классического центра форварда, за счет растягивания обороны соперника создавались нужные зоны, куда дальше врывались и Мюллер, и Гнабей, и все остальные. Здесь хотелось бы отметить, что там, где французы закрыли немцев и, ну, просто превратили немцев в кучку футболистов, которые вот так вот передавали мяч с одного фланга на другой, здесь португальцы в этом плане ничего показать не смогли в обороне. Хотя, казалось бы, у них отличные условия. Они вышли вперед. Запритесь в обороне, закройтесь и сидите в автобусе. Но сейчас португальская оборона даже в рамках автобуса не удается сдержать сложного соперника. И повторяю, вот я об этом говорил в недавнем разборе матча Венгра и Франция. Здесь венгры в первом туре показали великолепный, на мой взгляд, футбол против португальцев. И если бы португалы в конце не дожали, то была бы ничья. И было бы всего одно очко у португальцев. Там вспомните, там первый гол португали повезло, рикошет. А так, в общем-то, у португальцев серьезные проблемы. Этот чемпион Европы, ну, выглядит откровенно слабо. Конечно, это не сравнить с Грецией, которая вообще в статусе чемпионов Европы не попала никуда на следующий чемпионат того самого европейского континента. Но сейчас португальцы не то что далеки от уровня чемпионской команды, они вообще ни о чем. И это больше всего разочаровывает, потому что нет организации, нет стройности и структуры. А немцы этим всем пользовались. И здесь фланги настолько растаскивали португальцев, что дальше некуда. Гозенс и Кимих просто великолепны. Кстати, здесь можно вспомнить теперь уже практически легендарную фразу касательно латералии. Ведь Гозенс и Кимих это латералия. И вот тут недавно Вадим Лукомский и его партнеры по, скажем так, телекомпании Телеспорт отгрузили классную шутку касательно того, что латерали вас имели. Если вы не знаете эту шутку, смысл в том, что у сборной Дании на флангах обороны в роли латерали играют вас и также футболист Мелли из Аталанты, кстати. Так же, как и Гозенс. И вот после этого появилась шутка, что латерали вас имели. Латерали вас имели, вас вправо имели, слева в центре. Вас имели. Что? Латерали вас имели. Вот здесь латерали сборной Германии отымели Португалию так, что мало не покажется. Такого даже в немецком порно мы не видим. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.